У поля ни конца, ни края. Так широко раскинулось оно. На нем колоссе созревали чудесное пшеничное зерно. Золотую ниву близ Ичалковского села Парадеева еще не тревожат комбайны. Влажность пока высокая, рассказывает директор Восточного подразделения Мордовского агропромышленного объединения. Вместе с ним срываем тяжеленький колоссок и смотрим, пришла ли пора жатвы. Зернышки спелые, наливные, делали пробный обмолот, пока прогнозы оптимистичные, отмечает Александр Трошин. Выращивают шесть сортов, а зимой пшеницы – Марафон, Львовская-4, Скипетр, Московская-56, Московская-39 и Цефей. Три дня назад приступили к уборке на другом участке, убрали 180 гектаров. Урожайность 45,4 центнера с гектара, но это не самые плодородные места. А сюда техника придет, как только агрономы скажут, что все показатели в пределах нормы. Зимой пшеницы – сорт Московская-56. Ну, здесь агрономы у нас перед уборкой считали биологическую урожайность. Биологическую урожайность на этом поле показала 60 центнерных гектаров. Ну, физически она будет чуть поменьше. Нам в этом году надо будет убрать 5000 гектаров азимой пшеницы, 1550 гектаров гороха, 5000 яровых культур, имеется в виду яровая пшеница и ячмень. Мопо-Восток базируется в двух районах – и Чалковском, и Отяшевском. В этом году наравне со зимой пшеницей здесь созрел семенной горох. Эту культуру начинают косить, когда плоды пожелтели на 90%. Обычно на это отводится 3-4 дня при условии, что нет дождей. Пока выдался солнечный денек, пришлось на время забыть про пшеницу. Комбайны подразделения брошены на уборку гороха. В 6 утра доны и акрасы косят поле площадью 400 гектаров. Семенной участок 197 гектар, сорт «Рокет», как бы запланированная урожайность, соблюдается примерно 30 центнеров с гектара. Поле было приготовлено, обработано, диссекацию произвели. Сегодня мы уберем и заготовим на всю запланированную пассивную площадь под урожай уже до 2023 года. В тоннаже, значит, это будет примерно 750-800 тонн. Будем заготовлять в следующий год и будем увеличивать площадь под горох. Хоть и не самые молодые, но на ходу. Механикам пришлось постараться, чтобы в сезон уборки было как можно меньше поломок. Дежурные мастерские развернуты прямо в поле, чтобы не терять драгоценные часы. Старались, начали пораньше, до Нового года уже ремонтировать. Вынесли предоплаты по заповестным числям и вышли из ситуации. На данный момент вот на этом поле убираем горох. Есть маленькие поломки, у кого подшипник, у кого что. Но в основном на данный момент все хорошо у нас. На перевозке задействованы 10 единиц КАМАЗа в своей технике и наемная техника в районе 10 единиц. Должны еще подъехать. В этом году мы приобрели два класса Тукана 580. Они оснащены уже более мощными двигателями. Жадки у них на полтора метра больше. И объем уборки сокращает. Ну, три дона они заменяют. Из-за этого потихоньку переходим на современную технику, чтобы у нас было как можно меньше задействованных механизаторов. А площадь убирать быстрее. За лесопосадками те самые немецкие классы Туканы. Теперь в Мапу-Восток три таких комбайна. Первый появился еще в 2021 году. Площадь под горохом на зерно составляет 1556 гектаров. Влажность в пределах нормы. 14-16 процентов, рассказывает главный агроном предприятия. Находимся вот сейчас на поле 104 гектара. Здесь посев на эрита, сорт Рокот. В этом массиве показывают вот эти комбайны. Мы измеряли там 38-40 синировых гектаров. Я думаю, что это неплохие результаты. Для этого мы сделали все, начиная от посева хорошими, элитными, первой репутацией, семенами. Хорошая была защита, подкормка. Все вовремя провели. Дожди тоже у нас с необычей стороны. А еще на землях Мопо-Восток возделывают ячмень, сою, рапс, лен и гречиху. Вот эти белые поля и есть гречиха. В этом году ее посеяли на площади 350 гектаров. Здесь много медоносных пчел, продолжает нашу экскурсию Александр Трошин. Гречишный мед на любителя, но очень полезен людям с дефицитом железа. На противоположной стороне профильная культура сахарная свекла. В этом сезоне предприятие Мопо-Восток ее посеяло 2600 гектаров. Работы предстоит много, но все сотрудники сельхозпредприятия готовы сделать все, чтобы собрать урожай 2022 года. Ждем со дня на день, может быть даже сейчас на час, поступление еще двух комбайнов по лесу, которые мы приобрели тоже в этом году. Потому что техника у нас еще 8 комбайнов ДОН работает. Год выпуска. 2005-2006. Они уже, износ там очень большой, поэтому нужно потихоньку, мы постараемся обновлять парк комбайнов. Люди свои, наемных в этом году никого нету. В отличие от тех годов мы и приглашали комбайнеров, и нанимали комбайны. Настрой у механизаторов боевой, у специалистов тоже. Надеемся на погоду, в себе уверены. Алена Москалева, Игорь Гангаев. Наши новости из Ичалковского района.